Семья Липатниковых стала первой, кто будет получать ежемесячную выплату из материнского капитала 11 734 рубля. Для этого молодым людям потребовалась всего одна справка. Напоминаем, что право на ежемесячные выплаты имеют те семьи, в которых второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года. Это здорово, что существует такая программа. Государством предоставлена возможность получать наличный ежемесячно материнский капитал. Это хорошая денежная помощь. Мы нуждаемся в такой помощи, так как сейчас работает только муж. Его зарплаты не хватает на все. Для детей очень дорого. На сбор документов много времени не потребовалось. Специалисты пенсионного фонда сами запрашивают все необходимые сведения от нас. Нужна была только справка с работой в ВАНДФЛ. Помимо этого, доход на одного человека в семьях, претендующих на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, не должен превышать 19 533 рублей. Каким образом семья может определить, имеет ли она право на ежемесячную выплату из материнского капитала или нет? Для этого на сайте пенсионного фонда существует семейный калькулятор. Он находится в разделе «Жизненные ситуации» под темой, как получить ежемесячную выплату из материнского капитала. И пользоваться им достаточно просто. Вводится регион, где проживает семья. Вводятся доходы родителей и детей за предыдущие 12 месяцев. После этого программа выдает результат, имеет семья право на ежемесячную выплату или нет. При расчете дохода семьи учитываются заработная плата, премии, пенсии, пособия, стипендии, больничные листы, компенсации и довольствие военнослужащих. Получить всю подробную информацию и подать заявление на выплаты можно в клиентской службе пенсионного фонда в городе Котласе. Все контакты сейчас на экране.